Почему люди на самом деле покидают ислам? Существует много недопонимания о том, почему люди покидают религиозные сообщества, и особенно, что подталкивает экс-мусульман к этому. Например, это не связано со строгими родителями или культурным отчуждением, или ненавистью к Богу. Так каковы же главные причины, почему люди покидают ислам? Конфликт между исламом и наукой. Да, это так просто. Неудивительно, что религиозная несовместимость с наблюдаемой реальностью и научным методом это частый путь к сомнениям и к тому, чтобы в конечном итоге покинуть веру. И чем больше я узнавал о науке, знаете, простые базовые вещи в школе, ничего особенного, простые вещи о эволюции, о физике, о химии, это имело смысл для меня, а религия нет. Так часто мне говорили, верь, потому что мы сказали, что надо верить. Ты должен верить в это, потому что так написано в книге, и это правда. Это еще менее удивительно, если учесть, что бывшие мусульмане примерно в три раза чаще, чем население в целом, имели высшее образование в естественных науках. Среди респондентов-отступников 28% сообщили о конфликте между исламом и научным взглядом на мир как самой важной причиной их отступничества, в то время как у 65% это было сопутствующим фактором. Выходит, что если один из аспектов этой самопровозглашенной совершенной религии не верен, тогда что это говорит обо всех остальных ее аспектах? Логические и текстуальные противоречия. Люди, которые покидают ислам, это не те, кто знают о нем меньше всего. На самом деле, зачастую это самые любознательные религии, которые часто покидают ислам после очень тщательного изучения. Я помню, как думала о том, ну, откуда же появился сам Бог, и если тебе ничего не нужно, чтобы появился Бог, то тогда зачем тебе нужен Бог для того, чтобы появилась Вселенная? И я помню, как я спрашивала об этом свою маму, и она сказала, что думать о таких вещах — это фитна, потому что это дает шанс как бы шайтану или дьяволу типа манипулировать твоим разумом. В исследованиях экс-мусульман респондентов спрашивали о причинах потери веры. И когда их спрашивали о логических проблемах с исламскими доктринами и учениями, почти каждый пятый назвал эти вещи самым важным фактором в их отступничестве, и чуть более двух третий назвали их сопутствующими факторами. Мне потребовалось много времени, чтобы наконец-то принять свое отступничество. Когда мне было примерно 14 или 15, я начал подвергать сомнению метафизику всего этого, и я стал понимать, что это учение лишено всякого смысла. Перед тем, как принять трудное решение и покинуть ислам, бывшие мусульмане часто погружались в глубокое и серьезное богословское исследование. Знаете, я решила, что я буду более религиозной, я прочту Коран от начала до конца, и на этот раз я отнесусь к этому серьезно и буду читать очень вдумчиво. Возможно, они думали, что недостатки заключаются не в самом тексте, но в их неполном понимании текста. Но чем больше они изучали, тем меньше смысла они замечали в тексте. Он рассказал мне все исторические неточности, и это действительно вроде как, знаете, я словно подвергаюсь сомнению определенной вещи. Начинаю задумываться о том, когда этот текст был написан, и, знаете, никто никогда не задавал мне таких вопросов, и это привело меня к осознанию, что это что-то ошибочное. И тогда вся идея о том, что Коран — это нечто неприкасаемое, испарилась, и уже не было пути назад, уже было невозможно снова поверить во все это. Три четверти респондентов в отчете отступников сообщили, что именно осознание внутренних противоречий в исламских текстах больше всего повлияло на их решение уйти. Те, кто больше всего убеждены в ложности ислама, это те, кто лучше всего знают ислам. Конфликт между исламом и правами человека. Здесь стоит пояснить, что быть религиозным человеком и поддерживать права человека не является чем-то взаимоисключающим. Религиозные люди могут быть моральными, а атеиста моральными, и наоборот. Но религия слишком часто используется в качестве оправдания фанатизма, предрассудков и дискриминации. И для того, чтобы попасть в рай, меня учили, что если я не буду носить хиджаб, то меня повесят в аду на моих же волосах. И все это охраняется Божьим указом, защищенным от критики под предлогом религиозной свободы. Знаете, люди часто спрашивают меня, почему ты не живешь согласно своей религии и религии своих родителей? Ответ очень прост. Я гей, и за это меня следует обезглавить. Но какая религия может призвать к такому? Религия считается исключающей. Если некий набор убеждений несомненно верен, то часто из этого следует, что те, кому не повезло родиться внутри этой группы, или они были настолько глупы, чтобы не принять эту религию, то к ним относятся в лучшем случае с презрением или, в худшем случае, с жестокой ненавистью. Как люди, которые были частью этого сообщества, а потом добровольно решили покинуть его, бывшие мусульмане-атеисты занимают первое место среди тех, к кому многие мусульмане относятся как недочеловеку. Твоя семья — это твоя семья, и они любят тебя и заботятся о тебе, но все это основано на вашей приверженности религии. В ином случае, к их смерти не просто будут призывать, но и праздновать ее. Ислам выдвигает всевозможные претензии против немусульман, женщин и представителей ЛГБТ, которые являются частью реальности, в которой как частные лица, так и правительство используют религиозные законы, традиции, чтобы подавить права и достоинства человека. Из этого интуитивно следует, что на самом деле одна из частых причин ухода из веры — это напряжение между безоговорочной верой в древний предвзятый текст и реальными проблемами вокруг прав человека. Бывшие мусульмане сообщают, что они чувствуют себя очень некомфортно о том, чему их учат о женщинах, о немусульманах и о других меньшинствах. В отчете бывших мусульман 35% респондентов указали на конфликт между исламом и принципами прав человека как наиболее важным фактором в их отступничестве. Для них это было важнее, чем любой другой фактор, плюс почти 6 из 10 назвали это сопутствующим фактором, и только 7% сказали, что это не было столь важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok